Здравствуйте! В эфире первого городского праздничный выпуск службы новостей город, посвященный Дню Великой Победы. В студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем о событиях среды 9 мая. Смотрите в ближайшие минуты. День Победы у меня врезался в памяти так, что его не вывезли никакими событиями. По главной площади с оркестром празднования Дня Победы в Калининграде открыл военный парад. Как чеканили шаг участники. То, что этот день великий день для меня. Я всегда буду возлагать цветы в этот день. Этот праздник со слезами на глазах. Тысячи калининградцев пришли почтить память погибших героев к мемориалу 1200 гвардейцам. Вместо автомата труба. Военный оркестр устроил в парке отдыха настоящее дефиле. Чтим и помним. В честь 67-летней годовщины со дня Великой Победы на главной площади Калининграда прошел военный парад. Больше полутора тысяч военных, курсантов и представителей различных силовых ведомств чеканили шаг перед ветеранами. Последние и были главными экзаменаторами. Оценить участникам настоящих сражений предстояла и боевую мощь нашего гарнизона. А это больше 50 единиц техники. Как проходило главное торжество, с места событий расскажут наши корреспонденты. Остается буквально 30 минут до начала главного торжества. На площади Победы уже собрались тысячи калининградцев. Праздничные колонны выстроились в ряды и ждут сигналы для начала шествия. Ну а самые главные ветераны. Они уже заняли свои места на трибунах и ждут начала аппарата, посвященного Победе. Минуты волнения как будто в первый раз. Этого дня ветераны Калининграда ждали целый год. Парадный китель, увешанный орденами и медалями, а на сердце трепетное волнение и, конечно, воспоминания того 9 мая 45-го года. А дни Победы. Вы знаете, этот День Победы у меня врезался в памяти так, что его не выявили никакими событиями. Здравствуйте, товарищи и морские пехотенцы. Поздравляю вы с 67-й годовщиной Победы и Великой Отечественной войне. Впервые в праздничном параде приняли участие две «Волги» и «Кабриолет». На них командующий проехал по всей площади и поприветствовал каждый отдельный батальон. Машины специально видоизменили к празднику. Военные по чертежам изготовили из обычных старых «Волк» новенькие «Кабриолеты». Героическая оборона Леопа и Таллина, беспримерная стойка защитников Манзунских островов и блокадного Ленинграда, смелые действия подводников, катердников, авиаторов, освобождение Прибалтики, разгром гитлеровских войск в Восточной Пруссии и Померании – все это боевая слава Балтийского флота. И вот первой на площади Победы появилась знаменная группа. Четыре флага пронес отряд пехотинцев, четкий строевой шаг и высоко поднятые знамена. Для ветерана Бориса Петровича Пирожкова это самый волнительный момент. 50 лет назад он сам возглавлял отряд знаменной группы. Да я же был знаменосцем, я трижды стоял на этом месте, всегда стоял со знаменем первого танкового корпуса. Я трижды стоял здесь со знаменем и проходил только, мы вот здесь проходили, не здесь, ну, раньше. Самый главный флаг Российской Федерации вынес на площадь уже отряд военных барабанщиков. Далее, стройными рядами напротив трибун прошлись моряки ВМФ, пограничники, морские авиаторы и отряд космической обороны Балтийского флота. Стоит отметить, что репетиции длились в течение месяца. Из них восемь прогонов и две генеральные репетиции. По несколько часов полторы тысячи военных чеканили шаг и отрабатывали все движения. В этом году все были в форме нормальные, как в том году. Зеленая, от Юдашкина непонятная. То есть ветеранов всех поздравляли символично, все красиво очень. Рады, довольны. Вот праздничное настроение. В парадной форме по главной площади Калининграда стройно прошлись курсанты военно-морского училища имени Ушакова. Уже 15 раз наши учащиеся участвовали в парадах на Красной площади в Москве и всегда с гордостью представляли Калининград. Военные моряки-надводники, курсанты пограничного училища, зенитчики, водострелковые войска и бригада отважных морских пехотинцев. Но больше всего внимания привлекли курсантки юридического института МВД России. В парадных юбках и туфлях на каблуках девушки прошлись по всей площади Победы. В позапрошлый год девчонки баршировали и туфли, я думаю, слетел один. Бывало так. Но нынче все нормально. Фуражки не терял никто, туфли тоже не терял. Самый долгожданный для калининградцев парад боевой мощи Балтийского флота. Первыми на военных автомобилях проехали сами ветераны. Ну а дальше на площади появился танк Т-34, легенда Второй мировой. Его провезли на специальной платформе. Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков, различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов. Вспоминаются самые хорошие дни и война вспоминается, как мы, ну, как мы трутились. Очень тяжело было. В калининградце и гости города также увидели грузовик ЗИС-5 43-го года выпуска. Один из основных транспортных автомобилей Красной Армии. Компанию ему составили боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, более известная под прозвищем «Катюша». И 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 42-го года ЗИС-3. Наверное, лучшие и самые массовые орудия Второй мировой. Почти вся представленная техника участвовала в штурме Кёнигсберга. «Рады, что мы дожили до этого дня, что так отмечают прекрасные нас участники войны, граждане, которые в Кану работали. Так что все это очень прекрасно. Мы не забываем эти. И спасибо, что нас не забывают». Ветераны, как самые строгие судьи, тщательно следили за всем происходящим. Но пора для них главный подарок. Доказательство, что своих героев новые поколения не забывают. «Тянется сюда вся жизнь и вся душа на площадь, чтобы просто привезти внуков и самому быть частицкой. Посмотреть на этих ветеранов, которые прошли эти годы, штурмовали, которые уже уходят из жизни. И вот прикоснуться к ним, подарить цветы, посмотреть им в глаза, поцеловать их, обнять. Но это не передать. Это вообще, это счастье такое, что мы живем в таком городе, богатый на традиции, с историческим, героическим прошлым». Под легендарный марш Победы праздничная колонна отправилась к мемориалу 1200 гвардейцам. Там первые лица города и ветераны, которые, кстати, транспортируют до места на специальных автобусах, возложат цветы и почтут минуты памяти всех погибших. Ну а я передаю слово своей коллеге Марии Постниковой. «Минута торжественная, скоро сменится и минута молчания. Это самый волнительный момент празднования Дня Победы. У памятника 1200 гвардейцам калининградцы будут скорбить и вспоминать». В День Победы к этому месту всегда настоящее паломничество. Оно считается священным для каждого калининградца. Мемориал 1200 гвардейцам стал первым послевоенным памятником в Советском Союзе. Его устанавливали в сентябре 1945-го, когда город еще не успели переименовать в Калининград. Вечный огонь перед Обилийском был зажжен уже позже, 9 мая 1965 года. Среди тех, кто штурмовал Кёнигсберг, был и отец Клавдии Ивановны Коншиной. Девять месяцев назад дочь приехала в Калининград, чтобы найти могилу и увезти проходца на родину в Новокузнецк. Место отыскать уже удалось. Это поселок Аштановка в Гвардейском районе. Но чиновники не дают пока никакой надежды. «У нас в хозе кладбище все родные на одном кладбище, где бы не умерли, все везут туда. Вот он один здесь. Я говорю, я, папка, умру здесь рядом с тобой, чтобы ты был не один здесь». 20 миллионов минут или 38 лет поминальной молитвы. Столько понадобится, чтобы почтить память всех, кто погиб в годы Второй мировой войны. «Я думаю, что вот эти дети маленькие, которые сегодня пришли, они будут помнить и передавать из уст в уста о той войне, о которой им рассказывают их деды и прадеды». «Спасибо, благодарны вам за то, что вы отвоевали. Будьте здоровы еще долго и долго». В день празднования 67-й годовщины Победы Дмитрий Андреевич Бородин стал настоящим героем дня. В этом году ветерану исполнится уже 90, а он по-прежнему молод душой и бодр духом. «Обмолодился в возрасте на 10 лет, когда прихожу и среди молодежи вот такой стою. Вот мне это нравится». Он служил и в артиллерии, и в авиации, а после войны попал на Балтийский флот. 25 лет ходил в море, а когда был на Кубе, даже успел пожать руку Фиделю Кастро. «Целуй, деда, целуй». «Их осталось очень мало, и наша задача сделать так, чтобы каждый из них смог сейчас как можно больше общаться с молодежью, передать все самое сокровенное о той Великой войне, чтобы мы помнили и ценили ту великую победу». «Это трогательно, то, что наши поставили красный знамя на Рейхстаг, то, что этот день – великий день для меня. Я всегда буду возлагать цветы в этот день». Сразу же после возложения цветов калининградцы отправились в Парк Победы, чтобы подкрепиться. Для гостей здесь заработали сразу несколько полевых кухонь. «А чай сколько стоит?» И чай, и главное угощение стола сегодня все бесплатно. Ветеранов обслуживают без очереди. Одного такого походного термоса хватит, чтобы накормить 200 человек. А сколько всего приготовили гречневой каши, даже сами повара затрудняются сказать. «Ой, технология специальная. Тушенка хорошая, высший сорт, гречка, лук, все как положено. У нас готовят хорошо, повар высшей категории». За гречневой кашей, которую варили по особой технологии, калининградцы выстраивались в очередь. На Ураблю дошло особенно среди детей. А взрослые радовались, что 9 мая нам повезло с погодой. По общему признанию, настроение у всех сегодня было подстать весеннему. Мария Пустникова, Татьяна Караханова, Дмитрий Суворов, Виктор Буздин. Служба новостей город. И к другим темам. В День Победы в Индонезии пропал российский самолет «Суперджет-100». Относится к технике нового поколения. Первый полет он совершил в мае 2008 года. Массовые же поставки начались в апреле 2011. В момент исчезновения с экранов радаров самолет совершал показательные выступления в Джакарте. На борту, кроме наших соотечественников, находилось еще 36 туристов. На данный момент известны имена 8 россиян. Самолет «Суперджет-100» исчез с экранов радаров во время третьего показательного полета в столице Индонезии – Джакарте. Полет должен был продолжаться около 30 минут. Однако сигналы с борта прекратились на неопределенное время. Известно, что также нет никаких данных из аварийных радиомаяков. Известно, что лайнер пропал с радаров после запроса на снижение с 3000 до 2000 метров. Самолет в этот момент находился на расстоянии порядка 100 километров от аэропорта. Известно, что в районе снижения самолета была гора высотой свыше 2000 метров. «Суперджет-100» прибыл в Индонезию в рамках тура по странам Азии. Всего планировалось посетить 6 государств – Казахстан, Пакистан, Мьянму, Индонезия, Лаос и Вьетнам. К Джакарту самолет прибыл 9 мая и до исчезновения успел совершить два показательных вылета. В настоящее время ведутся поиски самолета. Сейчас мы ненадолго прервемся, ну а после вы увидите. «Пятый форт» снова брали штурмом. Сколько единиц боевой техники понадобилось на этот раз и почему реконструкция получилась многонациональной. Отметили по-домашнему в Доме ветеранов День Победы, устроили настоящий салют. Вместо автомата труба военный оркестр устроил в парке отдыха настоящее дефиле. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Два самолета, 200 участников и бесчисленное количество патронов и гранат. В день празднования 67-й годовщины со дня Великой Победы на пятом форте прошла реконструкция главного сражения под Кёнигсбергом. В этот раз оборонительные сооружения штурмовали и немцы, и поляки, и литовцы. За кого болели наши и что больше всего впечатлило зрителей. Наши корреспонденты побывали на месте исторической битвы. Два часа дня все замерли в ожидании. И сегодня на подходы к Кёнигсбергу советские солдаты штурмуют пятый форт. Неожиданно в небе появилось два самолета и атака началась. В одном строю с мужчинами рядовые Лилия и Татьяна. Женщины играют роль медсестер. Два месяца подготовок ради 40 минут в поле. Больше четырех лет барышни участвуют в реконструкциях боевых действий. Говорят, что самое сложное – найти форму. Постепенно собираешь, что-то меняешь, где-то вносишь коллективы, потому что все равно бывают нюансы какие-то заменяешь. Поэтому форма собирается на протяжении всего времени и всего участия в таких мероприятиях. Всего в реконструкции приняли участие почти 200 человек. Среди них гости из Польши, Литвы, Латвии и даже Германии. Свою муницию соседи привезли из дома. Но в отличие от наших, одежду не шили, а заказали по интернету. Я могу сказать, что я не говорю очень хорошо по-русски, что я с Польши приехал. Я тут первый раз в Калининграде, первый раз. Думаю, что очень хорошо. Все прекрасно. Все время, пока шла реконструкция, зрители не умолкали. На территории пятого форта в этот день собралось рекордное количество калининградцев. Уже по доброй традиции, после парада и возложения, жители и гости города пешком идут к оборонительным сооружениям, чтобы посмотреть вживую, как Красная армия штурмовала Кенигсберг. После получаса стрельбы бойцы решаются на последний рывок – рукопашный бой. Один на один с врагом советские солдаты шли до конца, до победы. И вот в небе поднимается долгожданный красный флаг. Дети, не дожидаясь, пока стихнут последние выстрелы, бросаются поздравлять воинов-победителей. Я считаю, что организаторы справились с задачей. Очень даже интересно, поучительно. Считаем, что удалось и поучительно достаточно. Правда, трудно добраться. Наверное, на будущее надо посоветовать организаторам, чтобы они больше транспорта сюда, к этому месту подогнали. Ну, больше всего запомнилось то, как наши русские победили фашистов. Любите историю, чтите дедов. Ну и побольше патриотизма. Служите, это помогает в жизни. После реконструкции приезжие гости уже сегодня вернутся на родину. Собой они привезут массу впечатлений, а главное – освежат в памяти, как брали штурмом пятый форт. Ура! 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 Татьяна Караханова, Евгений Самолов, Андрей Шелест. Служба новостей город. День победы в этот день поздравляли и в Доме ветеранов. Специально для них здесь подготовили целую концертную программу. Перед участниками войны и тружениками тыла выступали музыкальные коллективы города. А в конце программы даже устроили праздничный салют. Как это было, расскажем прямо сейчас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня в исполнении ансамбля «Росичи» только военные песни. Послушать мелодии тех времен собрались 140 героев – артиллеристов, пехотинцев и летчиков. Дом ветеранов открылся в 2006 году. И уже шесть лет ежегодно в День Победы здесь собираются ветераны. Для того, чтобы посмотреть праздничный концерт. Земля родная, обогрена ты кровью своих сынов и дочерей. Но возродилась вновь любовью, трудом их внук, их детей. В прошлом году 10 калининградских ветеранов ездили на парад в Москву. Оттуда с Поклонной горы они привезли священную землю. После этого на территории Дома ветеранов установили памятный камень. Он стал главным мемориалом войны. Это отметил и губернатор области Николай Цуканов. Сегодня наш лентарный край динамично развивается. Но мы должны помнить годы ветеранов. Вечная память ушедшим. Вечная слава героям. Вечная слава живущим. С праздником, дорогие ветераны. Здоровья, счастья, благополучия. С Днем Великой Победы. Празднование Дня Победы продлится и после 9 мая. 12 числа 30 ветеранов из Калининграда проедут на поезде памяти через всю Россию. Конечная точка пути – город Курск. И уже там герои войны расскажут, как воевали и штурмовали Кёнигсберг. Полина Степанюк, Андрей Шелест, служба новостей «Город». В Центральном парке в честь Дня Победы была подготовлена большая праздничная программа для всех жителей города. Длилась она с часу дня и до 10 вечера. Самым зрелищным стало выступление военного хора. Более 50 исполнителей в парадной форме прошли по всему парку и закончили свое выступление на сцене певческого поля. Как много времени уходит у солдат на репетиции и насколько плотный гастрольный график узнавала наша съемочная группа. Строим и маршем с саксофоном на груди. 9 мая для этих музыкантов не только праздник, но и главный рабочий день в году. В Центральном парке музыкальный оркестр уже с 6 утра. Репетиции, разминки, тренировки. Полтора часа занятий музыкой каждый день. Так готовится музыкальный отряд к 67-й годовщине Победы. Валерий Ахметов считает, чтобы достичь профессионализма, нужно немало усилий применить еще в самом начале музыкального пути. 6-7 лет в музыкальной школе, потом в музыкальной училище, потом еще в консерватории или институт, и в общей службе выходит 21 год. Начав заниматься музыкой в 7 лет, он прошел от трехклапанной трубы до 23-клапанного саксофона. Музыканты говорят, что научиться играть на таких инструментах гораздо сложнее, чем разобрать и собрать автомат Калашникова. На параде с боевыми колоннами их ставят редко. Все дело в чистоте шага. 120 минуты угорит удар, да? Вот прохождение парадных войск. 120 ударов в минуту. У нас немножко меньше, потому что мы идем играем, нам сложнее. Еще, чтобы не сбиться с нот и успевать чеканить шаг, музыканты не должны отвлекаться даже на игру соседа. Для большей фееричности парадная дефилия музыкантов оркестра не обходится без сопровождения двух десяток девушек. Да мы уже к ним привыкли. И может они к нам, не знаю. Гастроли этого коллектива невелики. Основные выступления – это концерты к памятным датам. Поэтому многие уезжают работать в Москву, играть в самых элитных оркестрах страны. Но на 9 мая практически все стремятся вернуться домой и исполнить для калининградцев любимую песню «Прощание славянки». Илья Ишутин, Виктор Буздин, служба новостей «Город». Должна заметить, что 9 мая жителям города действительно повезло с погодой. Многие после парада даже отправились на море. Чем еще запомнился этот день, узнаем в нашем традиционном опросе. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ По нашей традиции сходили. К сожалению, ветераны наши ушли из жизни. Поэтому мы уже сами сходили на 1200. Поклонились к праху погибших, кто дал нам счастье и возможность жить сейчас в этой стране. Это особый торжественный день. Это память моего отца, память отца жены и память всех тех людей, которые пережили эту страшную войну. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. Также я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем обновленном сайте 1городской.ру. Там же вы можете увидеть онлайн-трансляцию Первого городского канала. Ну а от редакции всего Первого городского канала хочу поздравить всех жителей Калининграда и области с Днем Великой Победы. В студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи.